Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Но в соответствии с мандатом Совета, а Совет не имеет мандата на обсуждение прав человека. Пока весь мир с надеждой смотрит на Совет, ожидая от него решения по сложным глобальным проблемам, он распыляет свои силы на обсуждение бессодержательных и заведомо политизированных сюжетов. Больше всего в этом отношении страдает ситуация на корейском полуострове. Соединенные Штаты и их союзники в регионе готовы рассматривать в Совете любые вопросы, кроме тех, которые действительно требуют решения для нормализации обстановки. Тем временем, Соединенные Штаты, находящиеся по другую сторону Тихого океана за тысячи миль от корейских берегов, продолжают совместно с Японией и Республикой Корея наращивать в регионе военную активность. Отработка нанесения обезглавливающих ударов по КНДР и прочие многочисленные враждебные акты провоцируют ответную реакцию на Севере, вынужденным принимать меры по укреплению национального оборонительного потенциала. В опасной близости к границам КНДР все активнее демонстрируются ядерные возможности Вашингтона. Неоднократно отмечали, что это подводит ситуацию к опасной черте открытого вооруженного конфликта с непредсказуемыми последствиями. Пусть инициаторы сегодняшнего заседания не удивляются, если члены Совета безопасности на полном основании предложат обсудить именно эту тему. В действительности путь к нормализации обстановки лежит в плоскости прекращения провокационной военной деятельности Соединенных Штатов и их союзников, основательного пересмотра санкционного режима и мер по восстановлению доверия. С этих точек зрения сегодняшнее заседание – это очевидный шаг в обратном направлении. Регулярно отмечаем, что обсуждение правозащитной ситуации в однобоком интузивном ключе подрывает взаимоуважительное сотрудничество, примеров тому предостаточно. Место подыгрывания западному нарративу профильным ООНовским структурам следует обратить самое серьезное внимание на роль неподъемного груза санкций по прании основополагающих прав северокорейских граждан. Подтверждаем свою позицию о том, что бессрочный санкционный режим Совета Безопасности в отношении к НДР необходимо пересматривать. В отношении этой страны не работают механизмы по корректировке рестрикций, не предусмотрена процедура справедливого решения о делистировании тех или иных лиц. Все остальные ограничительные меры в отношении отдельных стран имеют конечные реалистичные цели, подвергаются ревизии на регулярной основе. На них распространяются инициативы предотвращения несправедливого наказания, как, например, мандат обмудсмен. КНДР же является, по сути, единственной страной-исключением, которой отказано во всем. Примечательно, что те, кто ратовал за проведение сегодня заседания, самым непосредственным образом дополняют эту бесчеловечную политику еще и своими незаконными односторонними ограничительными мерами. Госпожа Сальмон нам сегодня живописала о страданиях северокорейского населения, в частности, детей. А откуда взялись эти страдания? Госпожа Сальмон в курсе? А взялись они вследствие перекрытия инициаторами сегодняшнего заседания всех каналов поставок, в том числе медицинского и жизненно необходимого оборудования для лечения граждан и тех же детей. Эти действия углубляют страдания населения, провоцируют бедность, неравенство, лишают людей доступа к нормальному здравоохранению, медикаментам, образованию и технологиям. Это вы нарушаете базовые права граждан КНДР. И все это делается ради достижения отметим богатыми и процветающими странами своих геополитических целей. Никакие гуманитарные изъятия, про которые мы услышали уже не раз, и крохи гуманитарного содействия, которые западные доброходы оказывают, скидывают с барского плеча, не смогут ни в коей мере исправить последствия политики по удушению северокорейцев. Лицемерные шаги призваны лишь замаскировать неизменную линию на демонтаж политического устройства КНДР, которое на протяжении многих десятилетий твердо дает отпор геополитическим аппетитам Вашингтона. Права северокорейцев на самом деле никого из противников Пхеньяна не волнует. Это еще раз показывает бессмысленность сегодняшней дискуссии, единственная цель которой – обслуживать западные двойные стандарты как в отношении работы Совета безопасности, так и в сфере прав человека. Если западные коллеги были бы действительно заинтересованы в решении правозащитных проблем, то они обратились бы к процедуре универсального периодического обзора, которая позволяет заниматься соответствующими вопросами в профессиональном ключе. Упомянутая сегодня группа экспертов 17-18, почившая в БОЗе, заслужила это всей своей антипрофессиональной деятельностью. Так называемый инспекционный доклад бывших санкционных экспертов из Великобритании, Южной Кореи и Японии – набор стран не случайен. Является классическим заказным материалом, любезно подсунутым так называемым экспертом киевским режимом, который был составлен непрофессионалами с многочисленными процедурными нарушениями и логическими несостыковками. Призываем западных коллег вместо продвижения пропагандистских тезисов все же осознать контрпродуктивность предпринимаемых ими шагов и перейти к конкретному и конструктивному обсуждению всего комплекса проблем Корейского полуострова. На этом фоне Совет должен отдавать себе отчет о том, что промедление в запуске соответствующей дискуссии чрезвычайно опасно. Благодарю вас.